ну что всем привет дорогие друзья и начинаются наши небольшие каникулы всех наступившими праздниками кто угадает какую страну мы летим сейчас приехали с аэропорта на жидко-вокзал сравнить конечно хельсинки и нью-йорк и хельсинки что много круче идем короче такие по центральной улице хельсинок у меня шубка от Марьянки Бочаровой так что гринписовцы за респект от меня сегодня у нас весь день отменяют наши вернее как переносят наши в Киеве мы ждали три часа здесь мы пока ждем час мы не могли не воспользоваться ситуацией заказать то чего мы еще никогда не ели и то чем этот регион славится мы заказали бургер с оленем мы наконец-то добрались мы сейчас в Рубаньеме собственно это и есть северный полюс вот очень много снега там вот такие горы большие лежат первая ночь друзья в Лапандии мы проснулись и не понимаем что происходит ведь потому что 10 утра на улице темно посвели наши маленькие снеговика а делать все что было, да? Так прямая трансляция, прямая трансляция сегодня для сборная в Финляндии Ты собрался кататься на айс-хоке? Какая красота! Какая красота! Лепота! Ты хочешь переплыть, да? Или перебежать? Ты на Кульшавель ехала? Да, всем пять. Царь горы! Решили, в общем, поплавать. Друзья, наконец-то мы нашли его. Мы весь вечер сегодня в поисках. Северное сияние. Друзья, а кто помнит Евровидение, на котором победили финны? Вот такие. Смотри. Это знак. Это что, подарок Санч? Да, ты подаришь сегодня на Санта-Клауфе. Это такой прикольный подарок. Там и два наек? Чтобы и на Северном полюсе носили наши шапки. Как он? Как он? Как он? Привет, мои дорогие друзья! Я у вас есть сюрприз. У вас есть сюрприз. У вас есть сюрприз. У вас есть сюрприз. Ведь сегодня выходной. Тим, только что мы вышли от Санты, да? Да! Тебе что-то он подарил? Вот! Ребятки, идем сейчас по Санта-Клаус-Виллечь. Только что вышли с резиденции, с приема самого авторитетного, наверное, человека зимой. Это Санта-Клауса. Как зовут Санта-Клауса? Знаешь здесь? Мистер Йелло Пуке. У нас вот такая почта от Санты, что теперь на Северном полюсе он носит наши шапки. Круто же, да? Зашли в Хаски-парк, ждем свои отправки. Хаски, лайки. И все общительные, все дружелюбные. Это очень просто. Но это не набор, может быть. Братик, ты Волка Степана не видел? Как ты с вами? Ой, красава! Ты в Киев? В Киев не хочешь на нее поехать? Там теплее сейчас. О, куршаваль. Подтянулся. Знакомимся с нашими волчьими силами. Красавцы. Сила, грация. Гоу, гоу, гоу! Класс. Брат, как вы? У-у-у, как говорится, с волками выть по-волчи. С волками выть по-волчи, выть. У нас приятная такая атмосферка. Йе-ху! Класс. Заказали. Бастин! 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 У-у! И, дорогие подписчики, девушки, у меня уже рука отморозилась все ради вас, насколько мы вас сильно любим. Сейчас находимся возле одного ресторанчика. Глэйс Резорт называется, который сделан полностью. Полностью из льда и снега. Прям очень круто. А вот это, кстати, такой Резорт СПА. И люди могут здесь снимать домики и отдыхать. Так, открывай. Не томи. Нам тоже интересно, что же у тебя там. А, нет, он мне подарил для снега. О-о-о! Санта, он как-то... Снего... Это снегоход? Что у нас такое есть от Санты? И это что такое? То, что у мамы на голове. Теперь будет это у Санты. Поняли, что коньки – это наше все. И мы решили на них научиться кататься. Потому что нужно вспомнить, как мы играли в сборную в хоккей за нашу сторону. Санты. Главный конькобежец. Основной претендент на победу. Уже я там с финишем. Чуть осталось, давай. О-о-о! А вон и второй претендент. На катке. Давайте поприветствуем. Па-ра-рам, пам-пам. Ну, молодцы. Мы сейчас направляемся и мы направляемся в город Рунуа за парк. Этот за парк ставится тем, что что там живут двери не в клетке, а так сказать, своей жизнью. Дубай, сегодняшний день. Минус 19. Солнце светит. Пойдем, наверное, скупаемся. В этих лесах живут местные жители, но даже их домов за этими прекрасными белыми елками совершенно не видно. От такой красоты хочется просто петь. Причем на таких высоких нотках. Добрались мы вот сюда. Это артический зоопарк Ран-Азу. Кто был, пишите в комментариях, понравилось вам заселение. За окном сейчас температура минус 18 градусов. Мы ехали было минус 20, минус 22 даже было периодами. Но тут безумно красиво. Сейчас будем смотреть, здороваться с животными. Дали нам такой интересный план, как идти. тут свой маршрут, который составляет практически 3 километра, если быть точным 2,8. Как говорится, один бобеда это хорошо, а два бобра это сила. В общем ходим и сейчас мило птичек, филины и всякие бородатые ниязи. Все они на самом-то деле ограждены определенной территорией. Вот такая история. Сейчас минус 20 и очень много даже птиц, они прячутся. Вот это я знаю точно беркут. Вон кто видит. В общем птиц на самом-то деле очень много. Леса безумно красивые. Настоящая зима, морозная. Йога от лебедя Ивана. На одной ноге. Опа. На курорте, да? Водичка. Минус 20 водичка, смотрим. В тёплое время года вот это пруд. Весь маршрут проходит вот по такому мосту. И слева и справа представлены разные композиции. Они же птицы, они же медведи, они же кабаны, они же волосы. Он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жор. Минус 20 купить мороженое, чтобы согреться. Вот первые покупатели. они сейчас как раз скоро строятся. Вот здесь такая вот это тоже в очереди ставят олени, волки, все. А главное благодаря нему можно согреться в минус 20. Кабанчики вам большой привет от наших подписчиков. Так, я спросил старшего, как белого разбудить? Старо! Что делать? Мой верет! Здорово, братья! еще одни смотри. Хрум-хрум-хрум-хрум. Короче, дезинформация. Оказывается, белый живет здесь. Никакая необъятная территория. Здесь у него продолжение банкета. Я требую продолжение банкета. Вон берутся! Обалдеть! А где наша мама? Молчатка! ловшица. Личка птичка. Что здесь пьет? Я слышу к маме. Это Клинтвейн. Что делать? Ничего. ловшица. Красивые лисы. Мы практически прошли 75% пути. Друзья, подойдите на одну фото, пожалуйста, по-братски. Эй, лось! Что стряслось? Эй, лось! Что стряслось? Это лось, да? Сейчас мы находимся на финишной прямой и пойдем наверное кушать, потому что уже будет темнеть и будем возвращаться в наши края. Это маленькая зверятка, какая загуртая шоколад. Зверек, кто запаковывает шоколад милка. Смотри, какой красивый северный олень. И уносит меня, и уносит меня три белых оленя. В целом прикольно? Самое главное, кого я хотела увидеть, это белых медведей. Когда-то я с ними раньше уже встречалась. Что сюда присветь? Ну помарш отсюда! Марш! Было дело, Да. Но здесь это было очень прикольно увидеть в этой сказке. И олени, конечно, с такими огромными рогами интересными. Здесь максимальная такая среда, приближенная к дикой. У зверей максимальное пространство для существования обитания. Единственное, конечно, что весной, наверное, можно увидеть всех животных, которые здесь представлены. А у нас выходные, друзья. Мы направляемся в сторону Arctic Snow Hotel. Кстати, касательно входной истории сюда, в этот зоопарк, 18,5 евро стоит взрослый и 16, если не ошибаюсь, евро стоит ребенок. Но есть family ticket, который стоит 59 евро. Это если у вас два ребенка, естественно, два взрослых. Это именно тот случай, когда второй ребенок позволяет экономить. Символизирующая Северный полюс. Эй, what's up? Ну что, по коням и погнали. Вот мы приехали в Arctic Snow Hotel. История здесь очень интересная. Идет снег. И номера вернее полностью из стекла для того, чтобы наблюдать за северным сиянием. Чтобы вы понимали, она находится вообще на джиге тупо в лесу. Красота. Вау. Какая красота. Скайбар. Куда мы сейчас поедем. Полностью построены снега и льда. Мы сейчас идем в айсбар. Я посмотрю что за ресторан здесь. Вау. Декорации из льда. Что вы будете? Дамы господа, что вы хотите? Я вас могу услышать. Вот пожалуйста наше меню. Вау. Вот такой камин. Вот такие я не знаю что это сказать. Часы. не греет. Это часы. Это кафе. И между прочим это лед. С подогревом водой. Да, я думал, что подогревом. Но все равно подогревом не кровать, а сам матрас. Сам матрас, конечно, да. Мы дадим огня в этом холодном царстве. Класс. Посмотрели мы наш отель практически, который полностью из льда. Спасибо, защитите. Сегодня был очень плодотворный день, насыщенный. Очень круто, очень много интересного для себя сегодня увидели. Очень классно оказывается бывают отели. Ничего необычного на заправке снегоход. Мы следующие здесь. Ребята, 10 утра. Ощущения как будто вы еще... Камера все равно не придает. Пока с утра показывают минус 11, дальше больше. Едем домой. Сразу взяли машину и едем. Завтра будем вечером. Спасибо Лапландии за их сказку, за их снежность, за их минус. Аэропорт. Ух, мы быстро добрались сюда. Пока, олени. 10 утра, Северный полюс, аэропорт трагит Ванниеми. Мы уже направляемся домой, подошла к концу первая часть наших каникул. Реально, кто будет здесь, в Лапландии, кто будет в Ванниеми, обязательно берите в Рент Кар и посмотрите вот эти неописуемые красоты. Это действительно того стоит. Это этот край богат реально очень крутыми пейзажами, реально очень крутыми местами, на которые можно любоваться и любоваться. Возврат машины происходит очень интересным образом. Значит, вот сюда вы просто кидаете ключи, навигацию я положил именно сюда. И все, вам сказали счастливого пути. Ну что, друзья, вот и подходит к концу наша первая часть каникул. Мы возвращаемся домой. было очень круто. Спасибо Лапланди за гостеприимство. Я уверен, что мы вернемся сюда снова и снова. Спасибо за эти эмоции, за эту зимнюю сказку. Интересно. Это уже пятый пощеток. А, друзья, забыл совсем отметить этот момент, что не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и писать комментарии именно то, что вам понравилось в этом выпуске. Да! Спасибо!